Которые будут возникать во время моего выступления, пишите сразу в чат. Я буду на них отвечать, показывать какие-то интересные примеры. И сегодня мы с вами, уважаемые коллеги, поговорим про навигацию. Больше будет теории, больше будет каких-то определений, важных вещей, принципов. Про инструменты и про практические примеры в трех сервисах. PowerPoint, Prezi и Genial мы поговорим уже ближе к концу моего выступления. И, как обычно, в этом треке по презентации мы начнем с вопроса, что такое сама по себе навигация. Вообще правильно, конечно, говорить не навигация, а система навигации. Потому что это набор действий и методик, которые пользователи совершают, которые пользователи ожидают при взаимодействии с любой интерактивной средой, в том числе и при взаимодействии с презентацией. Сам термин, само вот это определение и тот подход, о котором я буду сегодня говорить, появился из такого понятия, как UX-дизайн, дизайн пользовательского опыта. То, что обязательно нужно для тех, кто занимается веб-разработкой. И именно в веб-среде очень много интересных статей на эту тему, очень много приемов. Есть целые наборы вот таких вот интерактивных элементов, которые используют веб-дизайнеры в своей разработке. Они постоянно занимаются пользовательскими сценариями, изучают то, как люди нажимают на кнопки, как они переходят по разных страницам. И многое из их опыта мы можем применить и при нашей с вами деятельности, при создании презентаций. Сама система навигации будет состоять из трех очень и очень важных элементов. Первый элемент – это понятная структура. Если нет структуры презентации, если она не разделена на разделы, не прописаны очень удачно и аккуратно заголовки, подзаголовки, если вы сами не понимаете, как выстраивается иерархия того учебного контента, который вы подаете, то сделать хорошую, качественную навигацию очень и очень сложно. Вот сравните сплошной текст, сплошные строчки текста, в которых сложно найти какую-то информацию, и презентацию без какой-то конкретной понятной структуры, тоже таким сплошным текстом, сплошными слайдами созданными. И второй вариант – это тот же самый текст, но уже разбитый на абзацы, на разделы с прописанными и четко понятными заголовками и подзаголовками. Точно так же можно поступить и с презентацией, разделить ее на какие-то части, четко прописать, где слайды с заголовками, с названиями разделов, где слайды с иллюстрациями, где слайды с какими-то техническими объяснениями и рекомендациями. Понятная структура презентации – это первый элемент системы навигации. Второй элемент системы навигации – это быстрый доступ к контенту разного уровня. Обычно мы воспринимаем вот этот элемент как оглавление, содержание, как какое-то меню. Тот интерактивный элемент, который дает нам возможность быстро перейти к интересующей нас части информации, быстро переходить, быстро переключаться. Чем объемнее ваша презентация, точно так же, как и чем больше страниц в каком-то веб-сайте, тем более важную роль играет само по себе меню, играет оглавление. Выглядеть этот элемент системы навигации может совершенно по-разному. Просто как оглавление, как содержание, только вместо указания номеров страниц, как в книгах, как в печатных изданиях, интерактивные ссылки можно кликнуть и прийти сразу на нужную часть изображения. Может выглядеть как вот такая вот система ссылок, которая называется «хлебные крошки», когда более сложная система навигации и когда пользователю нужно сориентироваться, где сейчас он находится. Как вот такое вот боковое меню, которое всегда отображается на экране, в некоторых лонгридах, интерактивных проектах, без такого меню, как видите, здесь довольно объемный текст, разделенный прямо не то что на разделы, прямо на целые главы, перейти, быстро найти, где-то остановился в прошлый раз во время чтения, очень и очень сложно. И, наконец, третий элемент системы навигации – это понимание того, где сейчас находится пользователь. По аналогии с картами, когда мы смотрим на план, например, эвакуации, мы видим всегда на нем точку, которая показывает, где нахожусь прямо сейчас. Это нужно для того, чтобы сориентироваться в огромном количестве условных обозначений, комнат, путей следования. Обозначение того, где находится пользователь сейчас, тоже может выглядеть по-разному. Например, вот так, как строка состояния. То, что вы видите ежедневно, можно сказать, даже ежечасно на экране своих телефонов. Это те статусы, которые, по мнению разработчиков, нужны пользователям прямо сейчас, которые тут же быстро обозначают важную информацию. Есть ли связь, есть ли интернет, хватит ли зарядки, сколько времени сейчас и так далее и тому подобное. Может выглядеть вот таким образом, как прогресс-бар. Насколько далеко мы прошли по нашей презентации. Как много этапов мы выполнили. Сколько еще заданий осталось в тесте, который мы собираемся выполнять. И вот, несмотря на то, что элементы выглядят совершенно по-разному, строка состояния и прогресс-бар, они несут по себе одну и ту же функцию. Показывают, где именно находится пользователь сейчас, какими ресурсами он располагает. Вебинар по времени идет примерно до 13 часов. Для того, чтобы создать навигацию в вашей презентации, нужно пройти определенные этапы работы. Да, обычно мы приступаем к навигации уже в последний момент, когда у нас уже готовы слайды, когда нужно сделать перелинковку, добавить какое-то меню, переход между разделами. Но это не совсем правильно. Правильный порядок работы над навигацией я покажу сейчас и объясню, почему именно такой порядок является оптимальным. Первое, с чего мы начинаем, это с работы над структурой презентации. То есть еще до того, как вы открываете PowerPoint, любой сервис для создания презентации, до того, как вы приступаете, собственно, к наполнению слайдов, вы продумываете структуру презентации. Кстати, вот именно такой порядок работы над презентацией будет и в моем курсе по основам учебной презентации. Мы тоже начнем именно с того, что будем работать со структурой презентации, не открывая еще сами программы. Мы начинаем выстраивать свой учебный контент и сразу думаем, сколько разделов будет презентации. Будут ли заголовки, подзаголовки, сколько вообще уровней вложенности, как выстроится иерархия, какие служебные слайды нам потребуются. К служебным слайдам мы можем отнести титульный слайд, слайд-визитку, тот же самый слайд с оглавлением. Это все служебные слайды, которые в общей структуре презентации не учитываются и, как правило, в навигации не прописываются. Поэтому все нужно продумать это все заранее и записать, выразить каким-то образом. Это может быть схема электронная, вот видим майндмэпа. Здесь, например, про учебный квест, когда мы будем разговаривать, моя презентация будет состоять, как видите, из пяти частей. Каждый круг – это какой-то отдельный раздел. И я уже могу сказать, что в презентации будет, например, пять разделов. Мне будет нужно сделать пять слайдов с заголовками и, соответственно, в навигации я должна сделать так, чтобы можно было перейти на любой из этих пунктов. Это может быть физически выраженная так или иначе структура презентации. Например, каждую единицу контента, каждый модуль в моей презентации я могу записать на отдельном стикере. Это удобно, если вы работаете прямо сейчас, в прямом эфире на своей презентации. Стикеры можно менять местами, прописывать на них порядок, связывать одну единицу контента с другой единицей контента. Но как бы то ни было, в итоге у вас должна получиться простая и понятная структура, простая и понятная иерархия. И вот как вы сейчас видите на экране, навигация для левого и для правого случая будет сильно отличаться. Несмотря что и в том, и в том примере всего лишь два уровня вложенности, то есть будут заголовки и подзаголовки, но навигационное меню будет смотреться совершенно по-разному, потому что в первом случае очень много подзаголовков, и на них тоже нужно как-то сделать ссылки, обеспечить быстрый доступ к этим единицам контента. Итак, структура презентации – это наш первый этап работы. Следующим мы вновь не открываем Powerpoint, не начинаем делать слайды, а следующим этапом мы выбираем тот тип меню, который потребуется. Я покажу сейчас несколько вариантов меню, как именно его можно организовать, в каком случае какой вариант подходит. Вы посмотрите, например, на свою структуру презентации, выберите подходящий тип меню и приготовите для него текст, картинки, иконки, где-то нужно будет переформулировать заголовки в одно-два слова, где-то обойтись просто иконками, в зависимости от того, какой тип меню вы будете выбирать. Первый тип меню – это содержание. Он сам по себе привычный, довольно понятный, а вот выглядеть он может совершенно по-разному. Содержание стоит использовать в тех случаях, когда у вас много разделов и есть подразделы второго уровня. Вот если уже три уровня вложенности, то содержание не всегда подходит. Надо смотреть, сколько именно подразделов на самых нижних уровнях. Содержание позволяет работать с такой иерархией, когда у одного раздела есть вложенные уровни, а у других разделов их нет. То есть когда структура вашей презентации не единообразна. Обычно его верстают в отдельную страницу, то есть в отдельный слайд вашей презентации, и это как раз будет служебный слайд, с которого уже есть доступ ко всем остальным разделам. И на остальных слайдах, на информационных, на эмоциональных, вы размещаете кнопку перехода, которая позволит быстро перейти на содержание. По внешнему виду содержание может выглядеть по-разному. Как я уже показывала, пример, где просто активные ссылки, то есть текст и линк на соответствующий слайд, может выглядеть визуально, с картинками, может выглядеть очень интерактивно. Все зависит от вашей фантазии и от того, сколько именно элементов есть в структуре презентации. Например, сейчас справа слайда показана плиточная структура, когда каждому разделу соответствует плитка с текстом и иконкой. И плиточная структура смотрится удобно и привычно по многим сайтам, по многим программам, но подходит только в том случае, если у вас не более девяти разделов, если нет разделов второго уровня, если можно переформулировать название разделов в одно-два слова. То есть, хоть варианты красивые, но у него довольно много ограничений. Если вы делаете содержание таким же, как обычно оглавление в книге, то там, конечно, ограничений намного и намного меньше. Второй вариант меню – это гамбургер меню. И это тоже довольно привычный вариант. Мы обычно видим его в мобильных приложениях или в мобильных версиях сайта. Гамбургер меню – это меню, которое открывается в окне поверх основного контента по нажатию на определенную кнопку. Гамбургер меню тоже выглядит по-разному. Здесь UX дизайнеры ломали очень много копий, придумывали много интересных вариантов. Обычно оно используется, когда у вас есть среднее количество разделов. Среднее я имею в виду 5 плюс-минус 1. И когда есть подразделы, тоже гамбургер меню подходит. Можно здесь прописать заголовки и первого, и второго уровня. Если есть заголовки третьего уровня, то гамбургер меню лучше не использовать. Такой тип меню верстается в отдельной группе. То есть вы собираете все элементы, все тексты, все ссылки, все картинки. Сгруппируете их как один элемент слайда, копируете и вставляете уже на все слайды, настраиваете триггер для появления. Здесь, конечно, нужно быть аккуратным. Если у вас есть другая анимация на слайде, если есть тоже какие-то элементы, срабатывающие по триггеру, то здесь нужно быть внимательным к настройкам. Но если ваша учебная презентация предполагает просто просмотр и подачу учебного контента, то гамбургер меню может стать довольно удобным вариантом, особенно если вы создаете вашу презентацию в PowerPoint. Выглядеть оно тоже может быть по-разному. Иногда гамбургер меню появляется как вертикальное окно, где пункты идут сверху вниз по порядку. Иногда, как на примере справа, как горизонтальное меню, когда каждый раздел занимает отдельную колонку. И тут нужно смотреть, опять же, исходя из вашей структуры презентации, какой вариант будет выглядеть лучше всего. Но, как вы помните, для слайдов с горизонтальной ориентацией будет лучше смотреться и горизонтальный тип меню. Третий тип меню называется «Хлебные крошки». Это калька с английского названия «Бред Крам». «Хлебные крошки» – это цепочка иерархии, которая указана, как правило, сверху и слева слайда. Такая строчка с активными ссылками может быть очень и очень длинной и иметь много уровней вложности. Оно прекрасно подходит для сложной иерархии, занимает много места, иногда даже не помещается в одну строчку, а приходится в две строчки его размещать. Каждый пункт такого меню – это активная ссылка. И, как вы понимаете, создание такого типа меню займет немного больше времени, чем во всех остальных случаях. Не получится просто скопировать и вставить. Как только вы по структуре презентации переходите дальше, ссылки в таком меню приходится обновлять. «Хлебные крошки» – это стандарт в веб-дизайне, это стандартное меню, которое часто дополняет другие варианты меню. Почему? Потому что оно само по себе является не только способом быстро перейти на какой-то контент, но является способом показать пользователю, где сейчас внутри сложной структуры он находится. Поэтому периодически хлебные крошки сочетают с другими типами меню. Следующий тип меню – это статус бар. В статус баре нет никаких подразделов. Это презентация чисто одного уровня. Разделов желательно менее 7, 5, 6, наверное, это тот максимум, который стоит поставить. Статус бар не является полноценным типом меню по своей сути. Он больше обозначает то, где находятся пользователи, плюс дает возможность быстро перейти перед какими-то крупными разделами. Как вы видите в примере справа, картины обозначают тот раздел, то есть сейчас пользователь находится во втором разделе, и кликнув на соответствующую иконку, он может перейти уже в другую часть презентации. Статус бар обычно состоит из иконок, реже из коротких текстов. Одно, максимум два коротких слова, небольшое количество символов, потому что статус бар очень и очень должен быть по себе компактен. Также примеры статус баров вы можете видеть в мобильных приложениях, когда снизу экрана есть вот такая горизонтальная строчка, в которой находится несколько иконок, например, профиль, последние сообщения, настройки и так далее. И, наконец, последний, пятый тип меню, который я хочу вам сегодня показать, это список литературы. Список литературы, опять же, необычный тип меню, это, скорее всего, служебная страница с внешней навигацией. Если вам нужно дать ссылку на какие-то книги, на какие-то статьи, то лучше для этого отводить, опять же, отдельный служебный слайд. Не стоит перемешивать обычную навигацию, то есть ссылки внутренние, с навигацией внешней на какие-то сторонние ресурсы. Список литературы тоже можно оформить по-разному. Опять же, как нам привычно, строчками с текстом и активными ссылками, иконками, как вот в этом примере от Сбербанка, когда на какие-то дополнительные ресурсы, дополнительные файлы есть иконки, и можно ту же самую презентацию посмотреть в видеоформате, можно в формате подкаста, можно получить краткий конспект или какую-то схему, или пройти тест на сайте самой организации. Опять же, как видите, переход на внешние ссылки. Так, визуальные примеры, что вы имеете в виду? Примеры в сервисах для работы с презентациями? Вот здесь вот в типах меню есть примеры, то есть здесь вставлены картинки, если вы скачаете презентацию, сможете рассмотреть более подробно. Во второй части вебинара, когда я буду говорить про конкретный сервис, я покажу, как делать некоторые из этих типов меню. Но вообще, по идее, созданию каждого из этих типов меню нужно посвящать отдельный вебинар и уже конкретно делать их в PowerPoint, потому что, как вы увидите дальше, не все сервисы по работе с презентациями позволяют экспериментировать с разными типами меню. Так, и, наверное, я прикреплю еще к материалам вебинара еще один файл. Сейчас загружу его с компьютера и разрешу доступ. Это та же самая презентация, только в формате PowerPoint, для того, чтобы можно было ее разобрать и для того, чтобы можно было ее уже посмотреть по частям, те примеры, которые здесь будут. Минутку, сейчас файл добавится. Итак, этапы работы над системой навигации. Мы сделали структуру презентации, посмотрели на нее, подобрали соответствующий тип меню из тех пяти вариантов, которые я вам показала. Следующий этап – это уже выбор макетов ваших слайдов. Я загрузила и разрешила скачивание. То есть, прежде чем загружать контент, мы думаем над макетами. Этому я уже посвящала несколько вебинаров, которые вы можете посмотреть в плейлистах YouTube Direct Academy. И макеты слайдов мы уже продумываем сразу с учетом того, какое меню мы выбрали и как оно будет располагаться на слайде. Потому что нет ничего хуже, чем сделать слайды, а потом на оставшееся свободное место лепить ссылки и переходы. Нужно сразу подумать, где именно они должны находиться. В вебинарах по управлению вниманием, по верстке текстовых слайдов я показывала несколько схем, которые помогают понять, как именно верстать слайды. Разные паттерны управления вниманием, разные зоны. Оранжевая зона – это самая неактивная зона. Края слайда, как правило, не задействуются для размещения контента. Серая зона – это зона наименьшего внимания. Здесь она прекрасно как раз подходит для размещения служебных элементов. И если следовать этим паттернам управления внимания, мы можем разработать несколько вариантов макетов слайда с учетом уже размещения на них навигационных элементов. Вот этот вариант, который вы видите, это вариант для гамбургер-меню и вариант для содержания. Как мы помним, содержание – это отдельный слайд, на который мы ставим кнопки перехода на каждом контентном слайде. Вот кружок в левом нижнем углу – это как раз подходящее место для размещения кнопки перехода на содержание. Он находится в оранжевой и серой зоне, то есть в неактивной зоне. Но почему он располагается именно слева? Потому что мы автоматически воспринимаем переход к содержанию как возврат назад. А назад для нас – это по левую руку. Наоборот, если нам нужен переход на следующий слайд, мы будем его располагать скорее в правом нижнем углу. Это будет восприниматься как переход вперед. Поэтому для кнопки возврата к содержанию лучше выбирать левый нижний угол. Гамбургер-меню, наоборот, располагается в левом верхнем углу. Это активный элемент, который всплывает. Да, это то же самое просто в формате PowerPoint, чтобы его можно было разобрать на части. Там он в PDF, его на части, на слои не разобрать, не посмотреть. Здесь можно будет посмотреть, по крайней мере, вот те примеры, которые на типах меню, у них можно разобрать на слои и посмотреть более подробно вот эти вот картинки. Потому что, естественно, они в презентации вставлены в уменьшенном и обрезанном виде. Их можно восстановить до исходного состояния. Гамбургер-меню – это правый верхний угол. Если у вас идет заголовок подраздела, то есть на этом слайде есть контент, то мы ставим гамбургер-меню в той же строчке, что и заголовок подраздела. Если это у нас заголовок раздела, то есть отдельный слайд, на котором есть только название, то гамбургер-меню просто остается на той же самой позиции. Здесь важно его располагать в одном и том же месте. И, по идее, гамбургер-меню – это просто скопированный и вставленный кусок со всеми анимациями, со всеми настройками, со всеми триггерами. Следующий вариант – это хлебные крошки. И для хлебных крошек мы, естественно, выбираем оранжевую зону, самую верхнюю строчку, самую неактивную зону, так высоко, как только это нам позволяет расположить сам слайд. Как я говорила, хлебные крошки могут быть очень долгими, это может быть большое количество пунктов, и каждая вот такая вот часть названия – это отдельная активная ссылка, которая ведет на соответствующий раздел. Иногда еще используют цветовая индикация, цветом подкрашивается та часть, где мы сейчас с вами находимся. Здесь все просто, мне кажется, тут не нужно никаких дополнительных пояснений. И, наконец, последний вариант – это вариант со статус-барами. Статус-бары, как правило, бывают двух видов. Они находятся в неактивной правой зоне, то есть занимают правую часть слайда. Здесь презентация условно шесть разделов, и мы можем кликнуть на номер страницы или на иконку раздела и прийти на соответствующий. Второй вариант – это нижняя неактивная зона, тоже оранжевая и серая неактивная зона. Внизу будут располагаться кнопки, табы, вкладки, то есть так, как вам пойдет в голову их оформить. Обычно их обозначают иконками, но можно вот в одно-два слова написать короткий текст, для того, чтобы пользователь понимал, куда переходит. Как я уже говорила, в статус-баре очень и очень важна индикация того, где находится человек. Мы обозначаем кодируем это с помощью цвета. Сейчас можно сразу понять, на какой странице мы находимся, или в какой вкладке, в какой части презентации нам подсвечивается более темным серым цветом сейчас соответствующая иконка. Следующий этап работы на системе навигации – это, собственно, верстка презентации. Вы добавляете контент, размещаете графику, настраиваете все кнопки ссылки, триггеры и так далее. Размещение контента, интерактив. Вся основная работа над презентацией находится именно вот на этом этапе. И, наконец, последний этап, пятый – это расстановка статусов. Это третий элемент системы навигации. Мы должны показать пользователю, где сейчас он находится. Опять же, как это можно обозначить? Очень-очень важно цветовое кодирование. Мы можем использовать полосу прогресса. Здесь понятно, что пользователь почти закончил просматривать презентацию, да, и индикатор сверху, вот эта вот почти незаметная полоска, обратите внимание, снова расположена в абсолютно неактивной зоне слайда, уже внятно показывает. Осталось немного, давай, уважаемый студент, поднажми, осталось еще несколько слайдов, и ты будешь молодец. Этот вариант вы уже видели с подсвечиванием того раздела, где находится человек. И еще один вариант – цветовая кодировка раздела. Один раздел у нас будет оранжевый, следующий раздел у нас будет зеленый, следующий раздел будет синий. И нажимая вот в правый нижний угол на кнопку перехода на следующую страницу слайда, пользователь уже будет понимать, опять же, где внутри презентации он находится, как далеко он зашел. Ну, а сейчас, как я и обещала, во второй части нашего вебинара, примеры создания различных типов меню в трех сервисах. Начнем мы в этот раз с сервиса Prezi. И здесь мы попробуем создать обычное оглавление. Как вы знаете, возможности Prezi в плане интерактива, в плане триггеров, кнопок переходов и так далее, очень и очень ограничены. И оглавление, точнее содержание – это тот самый вариант, который лучше всего подходит для работы в этом сервисе. Мы создадим новую презентацию, и для нее добавим столько топиков, сколько разделов должно быть в презентации. В левом верхнем углу зеленая кнопка «Топик». Выбираем вариант, опять же, стак, стопка, а не планетарный тип. То есть нам нужно создать столько стопок, сколько разделов презентации мы планируем. Опять же, обратите внимание, если у вас нет уже заготовленной, прописанной структуры презентации, вам будет неудобно работать в Prezi. Если уже есть структура, вы уже сразу можете делать нужное количество разделов, нужное количество слайдов. Без структуры презентации пришлось бы постоянно возвращаться на предыдущие этапы, подправлять, переделывать. Итак, у меня будет, предположим, пять отдельных топиков. Я создала, накидала элементы. Настраиваю их внешний вид. На верхней панели есть вкладка «Стили». Я выбираю вариант «Топик шейф», форма топиков. Могу выбрать из предустановленного меню или несколько раз нажать на самую иконку, для того, чтобы пощелкать и посмотреть, какой вариант формы топиков будет смотреться лучше всего. Вот я выбираю такой вариант. Некоторые формы имеют разные варианты. Как видите, здесь топики выглядят совершенно разными четырехугольниками. Круги, например, выглядят одинаково, а вот у неровных фигуров в презе зашито несколько разных скинов, и можно пощелкать и посмотреть тот, который будет смотреться симпатичнее всего. Для того, чтобы расположить эти топики на слайде, я могу перейти в окно «Layout». Это, опять же, в верхней панели, в меню инструментов, в правом верхнем углу есть кнопка «Layout». Я предлагаю сразу несколько вариантов. Вот обратите внимание, несколько вариантов макетов выглядят обычно. Например, самые нижние – это топики выстроены тугой, выше топики выстроены зигзагом, а некоторые макеты имеют еще на себе вот такую фиолетовую подсвеченную фигуру человека. Это тот вариант, когда вы проводите видеопрезентацию. Prezi позволяет провести презентацию, записываясь сразу на камеру, и вот эти вот макеты подходят для того, чтобы еще было хорошо видно самого спикера. Попробуйте разные варианты, решите, какой из них вам подходит. Я выбрала для себя вот такое вот расположение разделов, немножко поменяла цвета, настроила презентацию. Сейчас у меня есть самый главный слайд, первый слайд презентации, который одновременно является и еще ее содержанием. И кликая на какое-то из вот этих названий разделов или увеличивая масштаб соответствующим образом, я могу перейти на нужный раздел, на нужную последовательность слайдов. Настройки и переходы между слайдами должны быть выстроены вот таким вот образом. А заканчивая просмотреть какой-то раздел, мы возвращаемся снова на страницу содержания. Итак, в Prezi все очень и очень просто, как вы видите. И других вариантов, к сожалению, он не предполагает. Немножко интереснее можно сделать содержание в сервисе Geniali. Я покажу два варианта. Первый вариант подойдет, например, для создания либо классического меню, либо хлебных крошек. Второй подойдет для создания визуального содержания. Это более интересный, более такой зрелищный вариант. Опять же, я попробовала здесь большое количество вариантов. Первоначально у меня были надежды, что в Geniali получится сделать бургер-меню. Но, к сожалению, анимация в Geniali строго определенного типа. И все, что я могу здесь настроить, это появление какого-то элемента при наведении на него мышки. И при этом не работает возможность тут же кликнуть на какую-то ссылку и перейти. Поэтому, к сожалению, гамбургер-меню в Geniali сделать невозможно. Хотя мне казалось, что именно этот сервис самый перспективный в таком плане. Итак, в сервисе Geniali я также создаю новый слайд, располагая на нем те элементы, которые мне нужны. Прописываю либо название разделов, либо прописываю здесь структуру хлебных крошек. Соответственно, порядок раздела первого уровня, второго уровня, третьего уровня. И затем, кликая на каждый соответствующий текст, я выбираю левую кнопку, подсвеченную синим цветом. Это настройка интерактивности. Мы уже пробовали с вами разные варианты в предыдущих вебинарах. И окно, и всплывающая подсказка. Сейчас нам, естественно, будет нужен тип переход на страницу. Здесь все просто. Вы можете настроить переход на первую, последнюю, следующую или предыдущую страницу. Или вот в нижней части этого окна настройки выбрать какой-то конкретный слайд. И затем вот эту вот панель с уже настроенными ссылками, с уже настроенной при необходимости анимации, вы можете скопировать и поставить на все остальные слайды. Только обратите внимание, что нельзя эту панель сгруппировать и поставить киногруппой. Когда вы попробуете сгруппировать элементы, Дженяли вас сразу предупредит, что вся анимация и все ссылки слетят. И после этого вы не сможете на группу настроить ссылки перехода на страницу, на каждую из вот этих вот хлебных крошек или на каждое название раздела. Будет восприниматься только как отдельный элемент. Поэтому группировать в Дженяли в этом случае, конечно, не стоит. Кстати, обратите внимание, вот на вот этом вот слайде видно, что один из слайдов защищен паролем. На третьем слайде, второй копий называется, и вот здесь значок ключа. Какой-то из слайдов вы можете защитить паролем. Окно вот как раз за паролем тоже настраивается, тот текст, который вы можете написать. И таким образом вы можете как раз какие-то вот игровые элементы внести. Например, предложить вашей аудитории решить какую-то несложную задачу, ответить на какой-то несложный вопрос для того, чтобы разблокировать содержание слайда. Это скорее даже к теме нашего прошлого вебинара про мини-тесты. Тоже вопрос защитить часть содержания для тех слушателей, которые невнимательно изучили предыдущий контент. Визуальное содержание выглядит следующим образом. Вы делаете скриншоты первых слайдов раздела и с помощью их создаете оглавление всей презентации. В PowerPoint 365 такая функция есть автоматически. Там можно сделать автоматическое визуальное содержание. Превьюшки всех слайдов будут находиться на странице с оглавлением и на них можно будет переходить. В Ginial это придется делать вручную. После того, как вы настроили, сверстали все слайды, вы просто делаете скриншоты соответствующих разделов, добавляете картинками на слайд содержание. Обратите внимание, лучше всего, чтобы фон был контрастный. И на каждое из этих изображений вы настраиваете переход на соответствующий раздел и затем добавляете анимацию для того, чтобы был эффект именно погружения внутрь выбранного элемента визуального содержания. Как правило, нажимая на левой панели на значок волшебной палочки, вы можете настроить переходы и вам будет нужна группа переходов из центра. Попробуйте, посмотрите разные варианты. Обратите внимание, который из них будет смотреться лучше всего в вашем конкретном случае. И на последнем слайде этого раздела, то есть у нас есть первый слайд раздела, на который стоит переход, несколько слайдов с контента. И на последнем слайде раздела вы добавляете кнопку «Возврат» на первую страницу. Как выглядит курс? Мой курс выглядит как вебинары два раза в неделю, полуторачасовые вебинары, как дополнительные материалы на странице с сайта. Общение идет в группе Фейсбука. Я покажу в конце пару примеров из вебинаров. И, наконец, в PowerPoint я хочу показать, как создаются прогресс бары. Можно будет результаты этих действий в PowerPoint. Результаты каких действий? Есть платный тариф, который позволяет из PowerPoint импортировать в Prezi. Но лучше всего, если вы делаете в PowerPoint, то это нужно делать в PowerPoint. Все настройки, в принципе, во многом идентичны. И это довольно просто перенести из одного примера в другой. Вот знаете, чисто в качестве примера, да. Давайте я сейчас запущу демонстрацию экрана. Смотрите, вот если, например, нам нужно сделать какое-то меню в PowerPoint, и, например, как вы спрашивали, вариант с бургер-меню, да, я делаю фон бургер-меню, который будет появляться по кнопке. Я рисую саму кнопку, по нажатию на которую будет появляться бургер-меню. Вот, значит, кнопка будет, вот будет появляться вот этот вот объект. Сюда я вписываю все пункты, которые мне нужны. Например, здесь будет первый раздел. Дальше там второй, третий, четвертый и так далее. Я вношу вот эти вот элементы. Сами по себе. Каждая из этих элементов может быть ссылкой на какой-то другой слайд. Вот чисто для того, чтобы вы понимали, я покрашу их в разные цвета. Желтый, синий и зеленый. Каждая такая ссылка будет у меня переходом на отдельный из этих слайдов. Меню вставка, я вот выбираю ссылку, место в документе и показываю, на какой именно слайд я хочу сделать переход. Здесь все просто. Тут важно поставить именно текстовые ссылки, чтобы они были сами по себе именно текстовыми. Теперь вот эти вот все элементы, которые в бургер-меню, а вы не забывайте, что здесь могут быть и картинки, которые показывают, или, например, иконка, которая отображает сутки раздела, или превью первого слайда раздела. Гамбургер-меню в этом плане совершенно прекрасно. Это все я выделяю и группирую в один объект. Сейчас у меня в области выделения вот здесь группа и сама по себе кнопка. По нажатию на эту кнопку я хочу, чтобы появлялась вот эта вот группа. Ставлю анимацию, вот будет, например, выцветание, по триггеру, нажатие на кнопку. Сейчас я нажимаю на кнопку, появляется всплывающее окно, и я могу кликнуть и перейти на соответствующий раздел. Соответственно, по второму нажатию на кнопку я хочу, чтобы эта область исчезала. Точно так же, по второму нажатию на кнопку. Теперь вот это вот меню будет появляться при нажатии на гамбургер-меню и при нажатии на него скрываться. Это будет вот как раз верхний слой. Я могу даже так разработать на отдельном слайде, чтобы ничего не мешалось. Теперь мне достаточно эти элементы скопировать и вставить на все остальные соответствующие слайды. Как вы видите, при этом вся анимация, все настройки сохраняются. И теперь из меню я могу перейти на любой раздел и вернуться дальше. Вот таким образом будет работать в PowerPoint-е гамбургер-меню. Да, то, что я говорила о Prezi, это касается только Prezi. Это именно его специфические особенности. А то, что не специфическое, оно все спокойно делается в PowerPoint-е. Вот принципы. Принципы, принципы настройки меню точно такие же. Вы точно так же создаете несколько переходов на слайды и делаете с ними. Но перенести именно то, что вы сделали в Prezi, перенести в PowerPoint-е вы не сможете. То есть настроить по тому же принципу, да. По тому же принципу, по аналогии, все настраивается и в PowerPoint-е. Так, не было видно, да, окна? Сейчас, подождите, я включу еще раз. Просто мне казалось, что окно моего просмотра тоже сразу видно. Так, надеюсь, сейчас видно. Вот это режим демонстрации. Меню появляется по нажатии. Меню исчезает по нажатии. Можно перейти на другой раздел. И здесь скопированное и вставленное меню точно так же будет работать. Дайте мне какой-то знак, что сейчас все видно. Отлично. Да, анимация на кнопку. Гамбургер-меню именно идет как анимация на кнопку. Все очень и очень просто. Так, дайте я угадаю. Сохранить и загрузить в материалы раздела, да? Ни в каких сервисах создания презентации нет ничего такого нового и особенного, чего не было бы в PowerPoint-е. В этом плане PowerPoint самый такой объемный, самый удобный для работы сервис. В остальных сервисах все, в принципе, настраивается и работает по аналогии. И вот еще одна прекрасная возможность PowerPoint-а – это возможность создавать прогресс-бары. Ага. А вот тут вот у меня немножечко сбилось при переводе в PDF-файл. Так, давайте тогда снова включу демонстрацию экрана и покажу, как делать прогресс-бар для того, чтобы это у нас тоже записалось на видео-вебинар. Так, прогресс-бар – в данном случае я покажу вариант с полосой прогресса. Мы делаем прямоугольник и на нем показываем, как именно должен выглядеть прогресс пользователя. Нет необходимости обновлять вот эту вот полоску на каждом слайде. Достаточно расставить их через 5-7 слайдов, тогда, когда прогресс студента значительно изменяется. Для того, чтобы вот таким образом сделать индикацию, вам нужно нарисовать обычный прямоугольник. То есть вот обычный прямоугольник. Перейти в меню «Заливки и фигуры» и выбрать «Градиентную заливку», «Другие градиентные заливки». Градиентная заливка настраивается следующим образом. Вы в настройках градиентов ставите две точки. Одна будет фонового цвета, в моем случае светло-серый. Другая будет показывать как раз прогресс. Это основная заливка. Нет, ни в Word, ни в PDF такое сделать, к сожалению, нельзя. Там индикатором прогресса являются номера страниц. Когда вы сделали две точки, на нее кликайте, чтобы она выделилась. И вот здесь вот в положении прописывайте определенные проценты. Например, в данном случае студент прошел 50%. На второй маркер также кликаю и точно так же пишу 50%. Следующую полосу на первом маркере, например, 75%. И на втором маркере точно так же выставляю 75%. Вот так быстро настраивается полоса прогресса. Затем мне достаточно эти варианты скопировать и расставить по презентации. Помните, что для полосы прогресса самый лучший, самый надежный вариант – это верхняя часть слайда. В презентации это все пошагово расписано. Если вы скачаете презентацию, там все вот эти вот этапы, все элементы расписаны шаг за шагом. Можно сделать такую же полосу прогресса и немножко в другом формате. Вот, например, игровой формат «Зили здоровья» или полоса прогресса опыта. Когда речь идет про тесты, про какие-то интерактивные игры, делать полосу прогресса немножко сложнее. Нужно разбивать ее на этапы, настраивать триггеры, да, например, правильно отвечает полоса прогресса и заполняется. Если же речь идет просто про статус бар в презентации, достаточно просто добавить отдельный элемент на заливку и увеличивать или уменьшать его в зависимости от того, как далеко пользователь прошел. Опять же, легкий такой налет гимнификации, легкий налет игры пользователь воспринимается очень и очень позитивно. Немножко дальше перекручиваю презентацию. Если вы заинтересовались темой системы навигации, темой UX-дизайна, если вы хотите глубже поглазиться и посмотреть, как правильно делать меню, как лучше располагать вот такую вот информацию на экране, я рекомендую вот эту вот статью. Она короткая, очень простая, но основные принципы объяснены довольно подробно. И самое главное, с примерами. Можно посмотреть и подобрать тот вариант, который подходит вам. Тут и про хлебные крошки, и про индикацию положения пользователя, и все остальное очень и очень подробно, очень и очень понятно расписано. Ссылка кликабельная в презентации или сейчас с экрана, можно взять QR-кодом. Если с мобильного телефона, вы можете сделать скриншот и затем перейти. Так, давайте я покажу в качестве примера то, что будет на курсе, раз был такой вопрос. Курс по основам учебной презентации начнется с 12 мая. Он состоит из 8 полуторачасовых вебинаров. После каждого вебинара есть практическое или творческое задание. Так, сейчас, секунду, я перейду на сайт. И какие-то дополнительные материалы я показываю уже на сайте, чтобы у вас была возможность дополнительно с ними поработать. Я снова поделюсь экраном. Курс запускается уже третий раз. Каждый раз я что-то изменяю, дорабатываю. Немножко меняю структуру. В какие-то моменты больше упорно учебную презентацию. Сейчас я выделю больше внимания верстке различных типов слайда. Отдельно вот именно как работать с текстом, как работать с картинками, как работать с интерактивом. Про интерактив немножко, опять же, больше внимания не делю. Вначале мы всегда ознакомимся со слушателями. И уже в зависимости от их конкретных запросов, от их конкретных ситуаций, мы всегда работаем над теми презентациями, которые нужны людям прямо сейчас. В зависимости от этого я всегда немножко подставляю контент курса. Например, вот одна из тем прошлых потоков была посвящена именно разработке структуры, с чего начинать, как ко всему этому подходить. Я показывала примеры, записывала видео, показывала, как конкретно я с чем-то работаю. Как вы видите, это дополнительные материалы на странице сайта. И здесь же ссылки, во-первых, на тот учебный вебинар, который мы проводили, и на какие-то дополнительные вебинары из бесплатных вебинаров Директ Экотемии, которые можно по этой теме посмотреть. Длительность вебинара полтора часа. Чтобы сориентироваться в материале, будет вот эта вот страничка на сайте, где будет все восемь тем, там будет информация. Если нужно сделать меню, соответственно, мы идем в тему интерактив. Если нам нужно подобрать шрифт для презентации, мы идем в тему верстка текстовых слайдов. Соответственно, вот по странице сайта можно ориентироваться. Материалы курса доступны пожизненно. Я храню все вот эти вот страницы с материалами сайта. В любое время можно перейти, пересмотреть все материалы, которые были созданы, всю дополнительную информацию. Естественно, ведется видеозапись всех вебинаров. Видеозаписи тоже доступны постоянно. На вебинаре идет таким образом. У нас упор идет на те презентации, с которыми работаете. То есть сначала на вебинаре мы смотрим те практические или творческие задания, которые делали до этого. Я даю всегда развернутую обратную связь, но несколько примеров показываю и на самом вебинаре. Я даю теорию, то есть выдаю вот именно учебный материал. У меня очень объемная презентация с большим количеством примеров. Затем берем конкретный случай одного из слушателей вебинара, и мы его уже разбираем, уже проходим, что нужно сделать для того, чтобы слайд смотрелся лучше, что нужно сделать, например, в этой ситуации, для того, чтобы презентация, которую проводит человек по аудитории, цепляло, да, как эмоционально зацепить аудиторию, затем уже разбираемся с конкретными вопросами. Вот именно инструментальной практики, что вот здесь вот делаете такую кнопку, настройте таким образом триггер, у нас очень и очень мало. Это мы делаем в качестве уже практических заданий. Больше мы делаем, конечно, упор на смыслы, а практику уже каждый отрабатывает самостоятельно. Не забывайте, что, как на всех курсах Дерит Академии, есть вариант слушателей, есть вариант активный участник, и активные участники, естественно, получают не только развернутую обратную связь, как и другие, как и слушатели, но и возможность поработать над своим примером. Я записываю довольно много инструкций, довольно много примеров презентации для того, чтобы помочь каждому в каком-то конкретном случае. Если возникли какие-то вопросы по системам навигации презентации, вы можете обратиться ко мне на электронную почту, можете попробовать сделать какой-то свой вариант интерактивного меню, выслать мне на вот этот адрес, я посмотрю, подскажу, объясню, как исправить ошибки, если они есть. Если у вас какие-то собственные индивидуальные разработки, я с удовольствием не только посмотрю их, но и с указанием, естественно, вашего авторства покажу другим своим ученикам. Вместе мы с вами за те два года, что работают в Дерит Академии, собрали уже совершенно прекрасную педагогическую коллекцию примеров, работы с презентациями, настройки интерактива, верстки слайдов. Если вы не умеете пользоваться PowerPoint, то будет сложно с заданиями, пожалуйста, напишите мне на почту, я скину вам ссылку на курс, который поможет разобраться, то есть на бесплатные занятия по PowerPoint, который поможет набрать достаточный уровень для того, чтобы заниматься уже на моем курсе. Спасибо вам, коллеги. Мы, как всегда, прекрасно провели время, и я передаю слово Татьяне Викторовне, которая, я думаю, расскажет о том, как получить сертификат после этого вебинара. Спасибо. Спасибо.